Однако работа с файловой системой не заканчивается одной лишь работой с файлами. В данном шаге мы с вами узнаем, какие средства языка Python могут нам помочь для того, чтобы работать с файловой системой. Стоит отметить, что главными героями данного шага будут являться библиотеки OS и OSPath. Они связаны с операционной системой вашего компьютера и с путями в операционной системе вашего компьютера. Мы сможем узнать, является ли путь, указанный директорией или папкой, существует ли он вообще, а также как обходить папки рекурсивно. Начнем с самого простого. С помощью функции listdir из библиотеки OSPath мы можем перечислить файлы и папки, которые содержатся в какой-нибудь папке. Если мы запускаем данную функцию без аргументов, то мы прежде всего перечисляем файлы внутри текущей директории. Стоит отметить, что все текстовые файлы, с которыми я работал до этого в течение урока, я поместил в папку tests. А также стоит заметить, что в нашем проекте существует папка id, которая создает PyCharm и кладет туда служебную информацию о проекте. Для того, чтобы увидеть все файлы в проекте, включая служебные, мы можем здесь слева сверху нажать на Project Files, увидеть, что у нас действительно есть директория idea, у нас есть папка tests, и поэтому данный вывод для нас не является никаким сюрпризом. Как я и сказал, если мы запускаем функцию listdir без аргументов, мы можем перечислить все, что содержится в текущей папке. Для того, чтобы узнать, какая папка является текущей, мы можем, например, использовать функцию getKVD из также библиотеки os. Конечно же, внутри функции listdir мы можем передать аргумент, который является относительным путем до какой-нибудь директории. Например, мы можем перечислить содержимое папки idea, и убедиться в том, что там содержатся 4 файла. Для того, чтобы узнать, существует ли файл, мы можем воспользоваться функцией exist из библиотеки os.pav. Допустим, мы знаем, что у нас существует файл files.py, однако у нас не существует файла random.py. Когда мы запустим данный код, мы убедимся, что первый файл действительно существует, а второй файл нет. Функция exist работает не только для файлов, но и для территорий. Мы можем указать вместо нашего файла random.py наш файл tests и убедиться в том, что наша папка действительно существует. Мы также можем легко проверять, какой путь является папка, какой путь является файлом, используя функции isFile и isDir. Они находятся также в библиотеке os.pav, и когда мы запустим данный код, мы убедимся в том, что files.py действительно является файлом, а test не является файлом. В свою очередь, files.py не является директорией, а test является директорией. Также мы можем легко узнать абсолютный путь по относительному, используя функцию os.pav и передав в нее относительный путь нашего файла files.py. Когда мы запустим данный код, мы действительно увидим абсолютный путь для нашего файла. Также мы можем легко сменить текущую директорию, используя функцию jdir, указав, допустим, что мы хотим перейти в папку id, и затем вывести снова на экран текущую директорию, запустить данный код и убедиться в том, чтобы действительно перешли в директорию уровнем ниже. Однако, на мой взгляд, одной из самых крутых функций в библиотеке os является функция oswalk. Она позволяет рекурсивно пройтись по всем папкам, подпапкам и так далее. Функция oswalk на самом деле возвращает нам генератор, и каждый раз, когда мы будем спрашивать следующее значение этого генератора, он будет возвращать нам картеж из трех элементов. Первым элементом является строковое представление текущей директории, которую он осматривает. Вторым элементом является список из всех подпапок, которые есть в данной директории. А третьим элементом является список всех файлов, которые есть в данной директории. Тогда, когда мы запустим данный код, то есть мы будем перебирать текущую директорию подпапки и файлы, мы запустим oswalk с единственным аргументом, это откуда ему нужно наночать, точка означает текущую директорию. Когда мы запустим данный код, мы убедимся, что он сначала переберет текущую директорию, в которой есть две подпапки и большой-большой список файлов наших исходников. Затем он зайдет в первую подпапку, то есть в подпапку idea, он перечислит текущую подпапку, скажет, что там нет никаких подпапок и выведет список файлов, которые есть в данной директории. Так как в папке idea нет никаких папок, то затем он зайдет в папку tests, выведет нам значение текущей директории, затем пустой список подпапок, а затем список файлов, которые есть в директории tests. А затем он закончит свою такую долгую прогулку по нашей директории. Давайте также узнаем, как мы можем копировать файлы. Для этого нам понадобится библиотека sh-util. Сначала мы, конечно, заимпортируем нашу библиотеку, а затем вызовем функцию копии из нее. Она принимает два аргумента, откуда и куда копировать. Когда мы запустим данную функцию, мы убедимся в том, что мы действительно создали файл test2 в нашей папке tests. Он действительно содержит копию того, что мы и пытались копировать. Более того, мы действительно увидим этот файл, когда будем обходить его с помощью нашей функции os-walk. Также внутри этой библиотеки есть функция, которая позволяет скопировать целиком папку. Она называется copy-tree. Мы можем скопировать папку tests внутрь себя же, целиком со всеми файлами, создав внутри папки tests папку tests. Когда мы запустим данную функцию, у нас действительно создастся папка. И в нашем обходе с помощью функции os-walk наш путь увеличится на один, потому что внутри папки tests оказалась папка tests. И он также зайдет внутри нее. Я рассмотрел лишь небольшое число функций из данных библиотек, потому что считаю, что знание каждой функции все-таки излишне. Однако важно знать, где искать в случае чего. Если у вас возникает какой-либо вопрос относительно файловой системы или какого-то конкретного файла, то вы наверняка сможете найти ответ или решение в библиотеках os, os-path или ish-util.